День, который так ждали многие школьники и их родители, настал. Во всех образовательных учреждениях края сегодня отмечает начало нового учебного года. Свои двери распахнули почти 1800 школ. За парты уже сегодня сядут более 300 тысяч детей. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поздравил земляков с праздником на своей странице в Инстаграме. Он пожелал педагогам профессиональных достижений и творческого вдохновения, родителям гордости за успехи своих детей. В крае продолжается вторая волна уборочной кампании. Работа кипит на полях с подсолнечником, сахарной свеклой, виноградом и плодовыми деревьями. Эти культуры, как и зерновые, тоже пострадали от небывалой засухи, которая накрыла регион в этом сезоне. О работе агропромышленного комплекса в новых непростых условиях говорили на утренней планерке в краевом правительстве. По словам специалистов, в среднем урожайность на треть ниже, чем в предыдущие годы. Поэтому озимы начнут сеять кожи обычного, чтобы те не простаивали без влаги. Плюс ближе к ноябрю над полями вновь пролетит спецборд Росгидрометцентра, который может вызывать дожди. В любом случае, уверяют в Кабмине, без продовольствия Ставрополье в этом году не останется. Жители Ставропольского края именно на хлебопечение, на семена, на фуражные цели, на выдачу натуральной оплаты, на выдачу паевых, те, которые земли арендует наши сельхозтоваропроизводители, значит, наша потребность – 2,5 миллиона тонн зерна. У нас еще есть практически 3 миллиона тонн на прямую продажу для того, чтобы поправить экономику наших сельхозяйственных предприятий. В Лермонтове закончилась реконструкция Сквера Победы. Там обновили покрытие на тротуарах, поставили бордюры из искусственного камня, фонари, лавочки и урны. Создали детскую игровую площадку для разных возрастных групп, привели в порядок лумбы. Работы прошли благодаря региональному проекту повышения комфортности городской среды. Дорогу Минводы Кисловодск укрепляют подпорными стенами. Там уже возвели три конструкции высотой от 4 до 8 метров. Это не даст обрушиться склоном и позволит расширить проезжую часть до 4 полос. Работа на 10-километровом отрезке дороги идет по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В проект также входит строительство тротуаров с перилами, установка шумозащитных экранов, фонарей, светофоров и 9 автобусных остановок. Завершат ремонт к концу 2021 года. В станице Есентукской строят детский сад на 160 мест. Двухэтажное здание уже возвели. До холодов установят и крышу. После внутренней отделки специалисты начнут оборудовать бассейн, спортивные и музыкальные залы, игровые комнаты и спальни. Работы проводят в рамках нацпроекта «Демография». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова